Встреча с Востоковедением Встреча с Востоковедением Встреча с Востоковедением Встреча с Востоковедением с первыми путешествиями к Лухамаклая, о котором все знали, и который, к сожалению, за последние несколько десятилетий ушел из поля внимания, несмотря на то, что является интересным со всех сторон, как с научной, этнографической, так и с политической. Абсолютно интереснейшее географическое расположение говорит об этом. Но сегодняшнее, я немножечко представил вам попу Новогвинеи, кстати говоря, так, чтобы мы знали, что это, безусловно, крупнейший остров, на котором 867 языков, и действительно, это языки, которые они сохраняют до сих пор. Но сегодняшняя наша тема, она будет, конечно, касаться и попу Новогвинеи, но в первую очередь проекта, который мы хотели бы посвятить Океании. Он более глобальный, и, как вы знаете, Океания занимает 30% нашей карты. Это, конечно же, в основном океан, на то это и название Океания. И тысячи и тысячи островов. Но, к сожалению, мы мало что знаем и помним о наших путешественниках, именно исследователей Океании. По крайней мере, мы постарались в этом проекте, Россия-Океания, именно сфокусироваться на тех исследователях, которые исследовали такой далекий регион, в который не каждый день мы посещаем. Не каждый день мы ездим, не каждый день мы видим его. И он всегда был интересен, потому что действительно что-то далекое, что-то неведомое, оно всегда притягивает. В этом проекте мы собрали все путешествия русских исследователей, основные выдающихся русских исследователей, которые были, начиная с 19 века и начиная с первого путешествия Крузенштерна. Делали мы эту работу совместно с ученым Москвы и Санкт-Петербурга, я потом представлю вам, потому что она не могла бы иметь ту научную ценность и ту ценность для образования, поскольку подобный проект мы в первую очередь пропагандируем и продвигаем среди школьников, которым не дурно знать, как дополнительное образование о том, что делали наши исследователи в океане и вообще, в принципе, немножко знать о российской истории. Соответственно, этот проект показывает и о преемственности, потому что мы все-таки рассказываем о нашей последней научно-исследовательской экспедиции, что немаловажно. Как мне когда-то сказали, вы знаете, что потомки, они должны не только знать и помнить, и чтить о том, что было, а пользоваться плодами трудов своих предшественников. И мы попытались использовать плоды трудов наших предшественников и оказались в научно-исследовательской экспедиции уже в Папу-Новой Гвинеи, основываясь, безусловно, на большой работе предыдущих коллег, которые были там и во время советских экспедиций. И вот этот проект «Россия-Океане», помимо того, что мы представили его в виде выставки, которые представлены вот в зале, это 36 полотен, рассказывающие о каждом из путешествий, открытий и знаковом открытии. Он рассказывает еще также, благодаря этому проекту мы сделали еще восстановление русских названий на карте мира. Дело в том, что, безусловно, они были нанесены во время исследований, и, к сожалению, они не всегда были собраны. Мы нашли 71 названия, объединили их в ту единую таблицу, которая будет опубликована, и над которой сейчас идет работа, и которая, надеюсь, поможет непосредственно для публикации будущего «Атласа мира», о котором, как, кстати, как раз говорил председатель Победительского совета Русского географического общества Владимир Владимирович Путин в 2018 году, и над которым работа идет. Я надеюсь, что эти исследования, это непосредственно вещь, она будет тоже использоваться. И здесь, если говорить о проекте, одновременно мы проводим еще лекции. Основное это Москва, Санкт-Петербург и Новгород, но эти лекции подготовленные, они сделаны таким образом, чтобы в дальнейшем они работали. В первую очередь, все это могло случиться, вот то, что я вам сейчас сказал, так, в принципе, о проекте. Сегодня мы с вами еще посмотрим видео, поскольку видео именно с нашей первой экспедиции. Все это могло случиться только лишь благодаря тому, что это была совместная работа ученых из Москвы и Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге у нас профессор Масов участвовал, кто-то занимается Австралией, австраловед серьезный. В Москве это Институт этнологии и антропологии, Юрий Чининов, по правую руку от меня. И, конечно же, мы не могли, львиную работу, немалую, я бы сказал, работу, была произведена София Евгеньевна Поле, которая и представляет Институт Востоковедения, за что я очень благодарен, что мы подключились. В, соответственно, дальнейших наших планах, чтобы я вам сказал, что это только начало, мы вам представим это издание, над которым мы сейчас работаем. И я надеюсь, что оно будет радовать многих в будущем, которое будет безвозмездно дальше раздаваться для многих людей. И для того, чтобы все-таки нам оценить, может быть, значимость с точки зрения научной, я бы хотел, может быть, сначала дать слово... Извините, пожалуйста, да. Прошу прощения. Вы знаете, это, как вы понимаете, у нас специально есть отдел Юго-Восточной Азии и Океании, и его заведующий тоже принимает большое участие в развитии нового направления. Спасибо большое. Дмитрий Валентинович Масеков. Ну, вы знаете, для нас это действительно немножко новое, и в то же время нам представляется очень важная тема и очень важное, так сказать, направление наших исследований. Потому что сегодня, как мне представляется, вот эта ситуация, касательно культуры народов, которые живут на Новой Гвинеи, их жизни, их быта, она приобретает не только чисто этнографический характер, но в значительной степени начинает приобретать уже и политический характер. Понимаете, потому что есть масса свидетельств того, что, так сказать, эта культура в настоящий момент находится под определенной угрозой, потому что идет процесс расширения сельхозяйственных земель, особенно на индонезийской части острова Новой Гвинеи, и многие традиционные территории народов и племен, которые там проживали, они, так сказать, у них отбираются, там происходят постоянные какие-то стычки. Очень часто местные племена обвиняют в нападениях на вот этих поселенцев. То есть это на наших глазах, в общем, рождается очень серьезная проблема. И в этой связи есть два аспекта, которые нас очень интересуют. Первое, это, конечно, сохранение культуры, сохранение, так сказать, быта, сохранение всего того наследия, которое, так сказать, накопило народы Новой Гвинеи. И второе, это, в общем, привлечение внимания к сохранению этого их быта, их культуры, их мира, понимаете, анализ тех процессов, которые там происходят. И с этой точки зрения нам представляется эта тема очень интересная, очень перспективная. И я повторяю, не только мы ее рассматриваем как чисто этнографическая, вот посмотрите, как это все, но и с точки зрения уже, если можно сказать, такой исторической экологии, с точки зрения того, чтобы искать и привлекать внимание к проблемам, которые стоят перед народами проживающими и этносами проживающими на Новой Гвинеи, для того, чтобы привлечь и международное внимание, и наше внимание к этой проблеме, и искать какие-то выходы, так сказать, сочетая интересы и экономического освоения этого острова, но с другой стороны и сохранение культуры, быта, жизни в конечном итоге и численности тех людей, которые там столетиями обитали. Так что с этой точки зрения эта выставка только первый шаг, и я думаю, что в дальнейшем это будет и публикация, и статьи, которые, я повторяю, будут идти именно вот то, что нас больше всего интересует, вот на этом водоразделе. То есть с одной стороны сохранение того, что было быта и культура этих народов, а с другой стороны привлечение внимания к нынешнему их состоянию, к поддержке, сохранение того культурного наследия, которое они имеют, и в конечном итоге сохранение того образа жизни и тех территорий, на которых они исторически всегда проживали. Так что вот это вот для нас очень важно и интересно, и мы будем дальше и дальше идти в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Теперь мы предоставим слово нашему гостю. Пожалуйста. А у вас включен. Слышно? Знаете, я большую часть своей научной жизни занимался океанинским регионом. Извините, пожалуйста, прицеп, пожалуйста. Чининов Игорь Викторович, Институт этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая, Российская академия наук, научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований. Как я уже отметил, я большую часть своей научной жизни занимаюсь океанинским регионом, и у меня до 2017 года не было возможности там побывать. То есть я был похож, скажем так, на астронома, который изучает дальние миры через книжный телескоп. Но, наконец, в 2017 году мне представилась такая возможность. Благодаря Николаю Николаевичу я, наконец, посетил те далекие береги, о которых раньше мог только мечтать. В первую очередь, меня поразило то, что небольшая этническая группа обангуанцы, численность которых где-то порядка двух-двух с половиной тысяч человек, проживающий на побережье, во многом устойчиво сохраняют многие своих культурных традиций. Во многих зарубежных изданиях обычно распространена такая популярная точка зрения, что папуасские, меланезийские, этнические группы, проживающие на побережьях, мало что сохранили свои культуры, они ассимилированы, вестеронизированы, и детской экзоэзотикой нужно погружаться далеко в глубины острова. Это оказалось не так, скажем так, ошибочной точкой зрения, потому что именно обангуанцы, которые проживают на побережье всего там, в нескольких десятках метров от береговой линии, сохраняются очень много традиций, как в сфере духовной культуры, так и материальной. И мне это удалось во время двух экспедиций зафиксировать. И теперь я понимаю также ценность наших исследователей, советских и российских, которые, побывав на далеких островах Геони, во многом дополняли те пробелы, которые были у западных исследователей. Даже если почитать сообщения путешественников российских 19-го столетия и потом сравнивать их с великими путешественниками Франции и Британии, мы прекрасно понимаем, что действительно наши русские исследователи находили то, что узко издало от внимания английских и британских исследователей-путешественников. И мне кажется, что именно наша российская традиция, она очень ценна тем, что мы дополняем, расширяем и даже углубняем те знания, которые не всегда точно отражены в западных источниках. Поэтому я считаю, что именно направление российской этноокеанистики очень ценно для мировой этнологической науки. Спасибо. Спасибо большое. Так, и еще кратенькое выступление Софья Палье. Да. Я сотрудник научный центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Очень рады видеть здесь молодые лица, которым мне хотелось бы сообщить, что в этом году, в 2020 году, празднуется 200-летие со дня открытия Антарктиды. Антарктида – это на Южном полюсе, континент, как известно. И открытие принадлежит русским морякам, конкретно Биллинсгаузену и Лазареву, безусловно, конечно же. Два капитана, два корабля, чтобы поддерживать друг друга в очень трудном плавании. И на выставке представлено полотно с Биллинсгаузеном и не только, и с первыми мореплавателями, которые побывали в Южных морях. Мало кто знает, что самыми точными картами Южных морей были карты, составленные Крузенштерном. Возможно, никто не ожидал, но китобои, которые заполонили Южную часть Тихого океана, пользовались картами именно Крузенштерна. И об этом писал и Коцебул, и прочие мореплаватели, которые были в те годы в тех местах. И вообще начало XIX века было на самом деле просто потрясающим с точки зрения развития российского флота мореплаваний. И случился огромный взрыв научных исследований, потому что экспедиции организовывались научные. Капитаны были людьми, учеными. Это были люди, которые потом возглавляли Академию наук, создавали русские графические общества и так далее. И именно их исследования легли в основу всевозможных теорий маятников, магнитов, океанографии, океанологии, гидрографии. Все эти науки начали развиваться после российских именно мореплаваний. Правда, руководили этими мореплаваниями русские капитаны, конечно же, но они были азербайскими немцами. То есть все было четко, все было структурировано. Это люди, получившие очень фундаментальное образование. И при этом у них был очень молодой возраст. Например, Литке, капитан такой, он в 24 года изрешетил микронезию и составил единственную в мире точную карту всей микронезии. Микронезия – это сложнейший регион, рифы и маленькие островочки. 400 с лишним островочков человек в 24 года. Если бы единолично на ориентиром служили эти капитаны, то это было бы просто великолепно. И ученые люди, и прекрасные семьянины, и гуманисты. И, в общем, всем советую посетить эту выставку. Спасибо за внимание. Подытоживая сказанное всеми авторами, хочу признаться, что с удивлением еще раз обнаружил подтверждение великого закона причинности, выведенного в Чакьямуне Буддой в IV веке до н.э. Это закон протитеса мутпада, закон взаимозависимого происхождения. Говорит о том, что мы и папуасы тесно связаны, как и со всеми остальными жителями земли. И все в этом мире взаимосвязано. Спасибо. Прошу вас обратить внимание на фильм. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok